Здравствуйте, друзья! Самой горячей темой первого квартала 2017 года является выход процессоров линейки AMD Ryzen 7, и уже первые тесты подтверждают высокий уровень их производительности. Особенно хорошо они выглядят в синтетических бенчмарках, ресурсоёмких приложениях и в многозадачном режиме. Однако многие рассчитывают собрать на их основе и игровую систему. Оправдан такой шаг именно сейчас, или же стоит подождать оптимизации BIOS и выхода более доступных представителей линейки AMD Ryzen? В этом мы и попробуем разобраться. Компания Brain Computers любезно предоставила нам в распоряжение на короткий срок свой новый десктопный компьютер Brain Top Gamer C70 с процессором Ryzen 7 1700X. Однако подготовка нескольких предыдущих материалов по нему заняла практически всё время, поэтому геймплейный тест делался фактически в последние часы перед возвратом. Как следствие, игр не так уж и много, но их будет достаточно для предварительного вывода. А для большей наглядности и оценки проделанной в Ryzen работы мы решили сопоставить полученные результаты с системами на базе восьмиядерного AMD FX 8350 и четырёхъядерного Intel Core i7-6700K, которые работали в номинальных режимах, то есть без ручного разгона. В своё время они являлись топовыми представителями, и у многих пользователей эти CPU до сих пор исправно работают. Конечно, оптимальнее было бы сравнить с более актуальными конкурентами в лице FX 8370, Core i7-7700K и i7-6800K, но у нас попросту их нет в тестовой лаборатории. А теперь немного о стендах. Desktop Brain Top Gamer C70 был дополнен оперативной памятью стандарта DDR4-2400. В паре с FX 8350 использовалась материнская плата Ezra Fatality 990FX Killer и OZU DDR3-1866 МГц. В свою очередь Core i7-6700K работал на материнской плате Asus Maximus 8 Ranger вместе с OZU DDR4-2400 МГц. Во всех случаях использовалась 8 ГБ в двухканальном режиме. Роль видеокарты исполнила His RX 480 Ice-Q X2 Roring OC 8 ГБ. Её графический процессор обладает небольшим заводским разгоном. Также следует напомнить, что на платформе Socket AM3 Plus поддерживается лишь интерфейс PCI-Express 2.0, но падение производительности по сравнению с 3.0 обычно не превышает погрешности. Практически все игры будут запущены при разрешении Full HD в двух режимах с максимальными и минимальными настройками графики, чтобы полнее оценить производительность не только видеокарты, но и самого процессора. В Dirt Rally с пресетом очень высоко уже с первых кадров видно, что FX 8350 не смог на все 100% загрузить видеокарту. У двух других конкурентов с этим проблем не было. Поначалу Core i7 вырвался вперёд, но впоследствии Ryzen удалось выровнять ситуацию. По результатам теста FX 8350 выдал в среднем 72 FPS. Ryzen обеспечил на 56% больше, или 112 кадров в секунду. А Core i7 выдал ещё на 2 FPS больше, то есть 114. По минимальному показателю разрыв тоже существенный. 50 FPS у AMD FX, 84 FPS или на 68% больше у Ryzen. И 98 FPS у Core i7, что на 16% больше, чем у Ryzen. При переходе к пресету с очень низкими настройками, Core i7 опять вырывается в лидеры и эффективнее всего использует ресурсы видеокарты. Это подтверждают и результаты теста. Средний показатель у AMD FX составил 178 кадров в секунду. У Ryzen он достиг 311 FPS, что на 75% больше. А у Core i7 376 FPS или на 21% лучше, чем у Ryzen. Минимальные показатели также соответствуют этой тенденции. 160 кадров в секунду у FX 8350, 259 FPS, что на 62% больше у Ryzen 7 1700X, и 342 FPS у Core i7 6700K, что на 32% лучше, чем у Ryzen. Total War Warhammer в режиме DirectX 12 при ультра настройках качества порадовал более эффективным использованием всех процессорных потоков. Однако полностью загрузить видеокарту удалось лишь Core i7, а модели от AMD с этим не справились. Хотя Ryzen и выглядит лучше, чем у FX. В результате FX 8350 выдал в среднем 54 кадра в секунду. У Ryzen показатель повысился до 74 FPS или на 36%. Core i7 обеспечил 82 FPS или на 11% больше, чем у Ryzen 7. Ориентировочный минимальный показатель у AMD FX составляет 36 кадров в секунду. У Ryzen около 50, а у Core i7 54 FPS. После перехода к профилю с низкими настройками у Ryzen и Core i7 средние показатели оказались приблизительно одинаковыми. 144 против 146 FPS соответственно. В свою очередь AMD FX выдал лишь 124 кадра в секунду, что на 16-18% меньше, чем у двух других конкурентов. Ориентировочные минимальные показатели составили 103 FPS у FX 8350, 126 у Ryzen и 137 у Core i7. Разница между ними составила 22,9% соответственно. Far Cry Primal при ультра настройках очень требователен к ресурсам видеокарты, поэтому именно она ограничила потенциал процессоров. Отсюда небольшая разница в финальных показателях. Средний фреймрейт расположился уже в привычной последовательности. 58 кадров в секунду у AMD FX, 61 у Ryzen и 62 у Core i7. Минимальные показатели интереснее. 41 у AMD FX, 47 или на 15% больше у Core i7 и 49 или ещё на 4% больше у AMD Ryzen. Запуск этой игры при минимальном пресете графики позволил увидеть, что лишь Core i7 смог по максимуму загрузить видеокарту. Поэтому именно он вышел победителем из данного теста. В среднем имеем 79 FPS у FX 8350, 94 FPS или на 19% больше у AMD Ryzen и 118 FPS или на 26% больше у Core i7. Аналогичная тенденция прослеживается и по минимальным показателям. 59 против 73 против 107 кадров в секунду. Разница между парами составила 24 и 47% соответственно. Переходим к Rainbow Six Siege. При ультра настройках все три системы уперлись в вычислительной возможности GPU, поэтому разница не столь высокая. В среднем мы получили 131 FPS у AMD FX и Ryzen и 132 кадра в секунду у Core i7. По минимальному показателю уже Core i7 и Ryzen выдали по 94 FPS, в то время как у AMD FX он просел до 80 кадров в секунду, то есть на 17%. При низком профиле настроек графики лишь Ryzen и Core i7 смогли максимально загрузить видеокарту, что и воплотилось в их преимущество по итогам теста. Средний показатель AMD FX составил 206 кадров в секунду. У Ryzen он вырос до 241 FPS или на 17%, а у Core i7 он достиг 249 кадров в секунду или на 3% выше, чем у Ryzen. По итоговому минимальному показателю разница еще существенней. 99 FPS у AMD FX, 136 кадров в секунду или на 37% больше у Ryzen 7 1700X и 152 FPS или на 12% больше у Core i7 6700K. Максимальные настройки в Z-Division при DirectX 12 и отключенной вертикальной синхронизации выдали неожиданный результат. По ходу бенчмарка AMD FX местами показывал самый лучший результат, хотя все опять уперлось в возможности видеокарты. Финальный результат оказался практически ничейным. 65 FPS у Ryzen и по 66 у AMD FX и Core i7. При этом максимальная загрузка процессора была у AMD FX, а минимальная у Ryzen 7. После перехода к минимальным настройкам пальму первенства отвоевал Core i7, а AMD FX работал почти на пределе своих возможностей, но так и не смог потеснить позиции лидера. В свою очередь Ryzen показал достойные результаты при низкой загрузке вычислительных потоков. В среднем FX выдал 150 FPS, Ryzen 156,5 или на 4,5% больше. А Core i7 обеспечил 167,5 кадров в секунду или на 7% больше, чем Ryzen. Rise of the Tomb Raider при очень высоком пресете в режиме DirectX 12 является очень требовательной как к возможностям GPU, так и CPU. Поэтому AMD FX местами работал на пределе и не успевал загрузить видеокарту. С Ryzen и Core i7 подобного не случалось. Однако в сцене геотермальная долина видно, что оба процессора AMD не всегда успевают заполнять картинку нужным количеством графических объектов, то есть и трава и деревья в некоторых моментах подгружаются в последний момент. Общие показатели у Core i7 и Ryzen оказались на уровне 77 FPS, а у FX он составил 74 кадра в секунду. А по минимальным показателям единой тенденции нет. В первой сцене лидирует Ryzen, во второй AMD FX, ну а в третьей Core i7. Профиль с низкими настройками опять показывает, что FX не может поддерживать максимальную загрузку видеокарты. У Ryzen и Core i7 подобных проблем не возникает. А вот в сцене геотермальная долина уже AMD FX успел первым подгрузить все необходимые графические объекты, в то время как конкуренты справлялись с небольшим опозданием. В целом разница оказалась существенной. 101 FPS у AMD FX, 139 FPS или на 39% больше у Ryzen и 145 FPS или на 4% больше у Core i7. Лидером по минимальным показателям оказался Core i7 и лишь в одной сцене Ryzen вышел на первое место. Deus Ex Mankind Divided мы решили запустить лишь при низком пресете, поскольку при ультра показатели всех систем ограничивались бы возможностями видеокарты. Уже традиционно AMD FX не смог загрузить GPU на максимум, поэтому он немного отстал от двух конкурентов. В числовом эквиваленте средний показатель у него составил 80 FPS. Ryzen выдал почти 91 FPS или на 13% больше. А результат Core i7 составил 92,5 FPS или на 2% лучше, чем у Ryzen. А вот по минимальному показателю лидерство новинки от AMD не оспоримое. 22 FPS у AMD FX, 28 у Core i7 и 70 у Ryzen. Hitman также был запущен лишь при низких настройках графики, но в режиме DirectX 12. Мощности видеокарты было предостаточно, поэтому можем оценить возможности процессора. Традиционно третье место у AMD FX с показателем 106,5 FPS. Ryzen выдал 135 кадров в секунду, что на 27% больше. А Core i7 умчался вперёд с показателем 151 FPS или на 12% больше, чем у Ryzen. А теперь несколько геймплеев без объективного подсчёта частоты. Mafia 3 при минимальных настройках поначалу лучше всего показала себя на системе с Ryzen на борту. В приблизительно одинаковой сцене она выдала 79 FPS при использовании AMD FX, 82,5 FPS или на 5% больше при установке Core i7 и 96 FPS или на 16% больше при задействовании Ryzen 7. По мере приближения к центральной части города количество объектов увеличивалось, а показатели частоты уменьшались. Местами Core i7 вырывался вперёд, но несущественно. Высокий профиль настроек графики Watch Dogs 2 в целом повторяет общую тенденцию. Наименее производительной является система с AMD FX, которая выдаёт около 45 FPS. С Ryzen можно рассчитывать на 65 кадров в секунду, что на 44% больше, а с Core i7 получаем около 69 FPS или на 6% больше. Но геймплей синхронизировать тяжело, поэтому показатели весьма приблизительные. После перехода к низкому профилю настроек ситуация не изменилась, лишь возросли показатели. В одной из сцен AMD FX выдал около 47 FPS. Ryzen обеспечил 68 кадров в секунду или на 45% больше. А Core i7 смог добиться 91 FPS или ещё на 34% больше. Battlefield 1 при ультра настройках выдал приблизительно одинаковые результаты на всех трёх системах. В зависимости от видеоэффектов и действий NPC, частота кадров находилась на уровне 70-85 FPS. Субъективно даже сложно назвать победителя, поскольку в один момент Ryzen на пару FPS отстаёт от конкурентов, а во второй уже незначительно их опережает. В режиме с низким пресетом графических настроек ситуация приобретает знакомые очертания. В одной из сцен AMD FX выдал около 120 FPS. Ryzen поднял планку до 175 FPS или на 46%. А Core i7 преодолел её с показателем 182 кадра в секунду, что на 4% лучше. Но опять же, ситуация динамически менялась, поэтому местами разница сокращалась или увеличивалась. Но на общее расположение мест это не влияло. Завершая тестовую сессию игра Sniper Elite 4 в режиме DirectX 12. При ультра настройках привычно упираемся в производительность видеокарты, поэтому показатели отличаются незначительно. В одной из сцен FX 8350 выдал 76 FPS. У Ryzen получилось 80 FPS или на 5% больше, а у Core i7 83 FPS или на 4% больше. Хотя во второй половине уже AMD FX местами опережал своих конкурентов на несколько FPS. Переход к низким настройкам расстановку сил не нарушил, но увеличил разрыв между двумя лидерами и наименее производительной моделью. AMD FX привычно оказался позади с показателем 115 кадров в секунду. Ryzen обеспечил 140 FPS или на 22% больше. В свою очередь Core i7 выдал 143 FPS или на 2% больше, чем Ryzen. И опять во второй половине AMD FX существенно прибавил и смог практически выровнять результаты. 140 FPS у Core i7 и Ryzen и 135 кадров в секунду у AMD FX. По итогам этого экспресс-теста можно сделать некоторые предварительные выводы. Во-первых, при ультравысоких настройках производительность часто упирается в возможности GPU, поэтому разрыв между тремя процессорами сокращается к минимуму. Если же выбрать минимальные настройки графики, чтобы почувствовать потенциал CPU, то Ryzen 7700X местами на 20-40%, а то и больше, опережает FX 8350 и лучше справляется с загрузкой GPU. То есть для AMD это действительно шаг вперёд. В свою очередь Core i7-6700K оказался быстрее Ryzen почти во всех тестах. Но следует учитывать два момента. Во-первых, игры, особенно в режиме DirectX 11, лучше воспринимают более высокие частоты, чем большее количество вычислительных потоков. А ведь разница в номинальной скорости между Core i7-6700K и Ryzen 7 1700X достигает 600 МГц. Во-вторых, микроархитектура Intel Core уже многие годы существует на рынке, и разработчики игр отлично оптимизировали свои проекты под её особенности. Ryzen же сходу обеспечил конкурентную, хотя и чуть более низкую производительность. То есть дальнейшие оптимизации BIOS материнских плат и возможные изменения в OS, драйверах или самих игровых движках должны усилить позиции новинки от AMD. Поэтому с нетерпением ждём появления более доступных 4-х и 6-ти ядерных представителей AMD Ryzen. А на этом всё друзья, надеемся видео было интересным и вы обязательно наградите его лайком, репостом, комментарием или даже подпиской. Оставайтесь с нами, всего вам хорошего и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова